Давайте решим вот такое тригонометрическое выражение из ЕГЭ по математике. Если вы видите выражение тригонометрическую функцию, то есть это синус, косинус, танец или катанец, абсолютно неважно, и внутри этой функции у вас находится сумма, разность вида π плюс β или π пополам плюс β, в общем, πn пополам плюс какой-то угол, где n – это будет какое-то целое число, например, π, 2π, 3π на 2, 5π на 2 и так далее. Это абсолютно неважно. Значит, вам нужно воспользоваться формулами приведения. К счастью, формула приведения запоминать просто так наизусть не нужно. Ваша задача – это понимать. Или, например, просто запомнить так называемое лошадиное правило. То есть, что это значит? Например, если у вас на первом месте здесь стоит число π или число 2π, 3π, 4π, то есть число, стоящее либо с левой стороны, либо с правой стороны на оси х, то тогда вы не должны менять функцию. То есть, например, если у вас был косинус, то у вас также должен остаться косинус. Если был синус, то у вас должен остаться синус. Если тангенс, так же тангенс, катангенс, соответственно, катангенс. А далее мы должны просто проверить, какой знак будет у вот этой функции. То есть, что это значит? Мы должны определить, в каком месте находится вот этот угол, то есть π плюс β. То есть нужно найти четверть, в которой находится этот угол. Я понимаю, что число π находится у меня на окружности с левой стороны. И, кстати, все числа, у которых перед пишкой стоит число нечетное, оно всегда стоит с левой стороны. И я понимаю π плюс β, где β, я предполагаю, что это какой-то острый угол. Соответственно, я попадаю в эту четверть, в третью четверть. А дальше, поскольку мне нужно было найти значение косинуса, значит, я должна вспомнить, что такое найти значение косинуса какого-либо угла. Найти значение косинуса, это значит найти его координату по оси х. Я понимаю, что координата вот этой точки по оси х, то есть я опускаю перпендикуляр и вижу, что координата в этой четверти будет отрицательная. Значит, и вот эта вот функция, сама, которая мне дана, она тоже будет отрицательная. Поэтому перед функцией косинуса я ставлю знак минус. Соответственно, косинус π плюс β будет равен минус косинус β. Но если у вас будет функция π на 2 плюс β, то тогда в этом случае вам нужно будет функцию поменять на сходственную, на родственную. Соответственно, если это был синус, то нам нужно поменять на косинус. Если это будет косинус, то на синус. Тангенс на катангенс и катангенс на тангенс и так далее. Тогда в нашем случае, поскольку здесь дан синус π на 2 плюс β, синус меняется на косинус, соответственно, получается косинус β. И теперь нам нужно также определить знак вот этой вот тригонометрической функции. Опять же, я понимаю, что π на 2, кстати, все углы, которые делятся на 2, они будут находиться либо сверху, либо снизу, в зависимости от угла. В нашем случае π на 2 находится вот здесь. π на 2 плюс β, опять-таки β, это будет какой-то острый угол. Мы попали во вторую четверть, а во второй четверти синус будет положительный. Почему синус будет положительный? Потому что координата этой точки по оси y будет положительной. То есть здесь не нужно запоминать, в каких четвертях синус или косинус будет положительный. Ваша задача просто запомнить, что ось x – это косинус, ось y – это синус. А для того, чтобы определить знак синуса или косинуса, нужно просто найти координату этой функции. Просто вместо косинуса π плюс β подставляю минус косинус β, вместо синуса π пополам плюс β подставляю косинус β, я получаю минус 7 косинус бета, минус 2 косинус бета. Или это минус 9 косинус бета. А по условию мне сказали, что косинус бета равен минус одной трети. Подставляю вместо косинуса бета минус одна треть. Ответ получается 3. Подписывайся на меня здесь и рассказываю, как подготовиться к экзаменам по математике, а также на мой телеграм-канал. Там очень много полезной информации не только по математике, а также по физике.